Не платят зарплату. Задержка по заработной плате на Владимирском электромоторном заводе составляет более двух месяцев. На сайте change.org даже опубликовали петицию. В ней изложена ситуация по заводу в целом и зарплате в частности. Петицию направили в Госинспекцию труда по Владимирской области, Федеральную службу по труду и занятости, в адрес уполномоченных по правам человека во Владимирской области и России, а также в фонд борьбы с коррупцией. Завод загибается, цеха стоят, станки ржавеют, а теперь еще и зарплаты не платят в сроки. Задержка от двух месяцев и больше. Трудовое законодательство нарушается регулярно. Работодатель не соблюдает требования о выплате заработной платы не реже, чем каждые полмесяца, говорится в петиции. Алексей Рюсаковский, управляющий директор ВМЗа, прокомментировал состояние дел на предприятии. Он признал, что зарплату на ВМЗе задерживают, но дал понять, что о банкротстве говорить еще рано. Деньги, как-то не печально, мы получаем от проданной продукции. Продаем продукцию, первое, что мы покупаем, это материалы, а второе, мая, платим заработную плату. На основное иногда не хватает денег. Но сегодня оставшиеся 17 миллионов продолжают воплачаться за апрель. Работники будут работать, двигатели будут выпускаться. Я вам даю слово, что второго тачпача не будет.